Эй, йоу, всем привет, это Бесетка, в культурном центре Белые Облака, и сегодня у нас Wild Brass. Вместе слетаем, смотрим и слушаем. На остров свободы, на пути, гордым народом, как в сказке или в новелле, царство Эрнеста, Рауля, Фиделя, красивые леди, мудрые старцы, маленькие дети, что вдоль кафедрали бегут босиком, или в сланце, близкий прибой, дом или вилла, картины большие, на вальсе гитары, здесь виски рекой, рома, текила, мартини, машины, сальцы, сигары. Это мой дом, о, как прекрасен он, и хотя от меня далеко, и хотя от меня далеко, всем наплевать, что ты пафосный дом, тут это все мувитон, это гавана, здесь в моде военная форма, а не гавана, ведь он, закончится день, и я уже знаю, куда я вернусь, когда все тревоги отпустят, и мигом пройдут все душевные раны, сырой список с головой, и в нем целиком растворюсь, от всех моих бед меня сразу избавить. Старуская Лариса Кубана 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой стиль когда-то рождён был как результат жестокой войны, где каждый верил, что был вождём, но были все по праву равны. Называли пони поколения, поле крови поколения, но когда всё затихло и стухло, на свете вдруг я появился смесь старого смысла и нового звука. Я пришёл сюда, чтобы дать тебе гнев. Зачем? Да просто потому, что я услышал тут недавно новый трек, который выпустил очередной фершмен. Или потому, что то, что я люблю, за что душой топлю, какой-то ублюдок рубит на корню, ты на краю, клянусь, ты лишь блюдо, которым я подгомлюсь. Или давай расскажи, сколько денег уже у тебя там лежит на счету? Я знаю, ребят, что всегда на чеку, и разбавить хотели в свою нищету. Может, ты хотел показать, что ты классный, и обижать ничьи, я не хотел чувства, но парень, запомни, читать про богатство, в этой стране сойдётся кощунство. Вы просто введите акцизы на слэнг повторения и англицизмы, и в этот же день, в то же мгновение от русского рэпа, останется призрак. У каждого топ и фанаток, и каждый там в топах и чартах, без ясных причин, но поставить вас рядом, друзья, друг вместе другом во сне отлети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! DimaTorzok 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 у своих старших товарищей, учусь у них. Слушаю много музыки, пытаюсь повторить, потом привнести что-то от себя. Что касается синтеза, я не так опытен в этом, поэтому учусь у коллег. Боя братства, наверное, два с половиной года, может быть, три. Не, не больше. Вот мы его как-то создали, не знаю, как сказать, придумали играть вот эту вот музыку такой направленности. Вообще родился он у меня и у моего друга Адея Альмагута, тромбонист прекрасный, который, к сожалению, был вынужден уехать. Ну, уже давно уехал, он живет в Голландии. Учится там и, как закончится, учебу вернется. Продолжим сотрудничество. Основная часть композиции написана Адеем Альмагутом. Что-то написано просто целиком, то есть, от и до. У вас часто коллаборации всякие бывают? Как это происходит? Кого вы приглашаете? Ну, не очень часто. Иногда нас приглашают, просто как браз приглашают, то есть, записать кому-то что-то, там, аранжировать духовые, там, сделать. У нас, скорее, это не поставлено на поток такой вот коммерческий. То есть, у нас бывают концерты, бывают, даже корпоративы бывают. То есть, кому-то понравилось, и такую большую банду у нас сейчас не все были. В основном составе у нас еще один был барабанщик. Два эмси, два барабанщика и диджей. Вот, то есть, трех сегодня не было человек. И вместо баритона, саксофона у нас тромбон. Чего приходит первое в голову? Может быть, что ты последнее нашел, услышал или слушал, в принципе? Такая, может быть, просто интересная рекомендация, классная. Мне нравится норвежская музыка, вот, современная. Норвежский джаз? Да, норвежский, да. Вот, например, есть трубач такой, Матиас Эйк. Его работы все, ну, вот, и последние очень интересные. Американский джаз — это вообще другая музыка, да. Нравится мне больше классика. То есть, больше нравится то, что раньше делали, Джон Калтрейн, там, такой, Вайн Шортер. Классики хип-хопа нравится, естественно. Нотариус, Снуп. Верк? Фундаментально для меня, наверное, именно — это, конечно, Херби Хэнкок. Вот, его можно слушать всего, абсолютно все его альбомы, все, что мы делаем. В принципе, эти ребята уже делали в конце 80-х, может, даже и раньше. Из последнего то, что я слушал, я вот много музыки по-настоящему слушаю, не могу для себя точно определить, какую-то пластинку выделить. Ну, назову из... ближе того, что мы играем сейчас — это Rage Factor, конечно же. Это Рой Харгруф. Его музыка, его работы сильно, я думаю, что на всех повлияли. Вот The Roots, разумеется. Вот Эрика Баду, там, с альбомом бадуизму, там, у меня началось знакомство лично. Из хип-хоп-музыки, конечно же, там, современная — это Кендрик Ламар с его альбомом To Pimp a Butterfly. То есть, это серьёзная работа, которая повлияла, в принципе, на музыку во всём мире. Он сделал то, что делал, наверное, Майлз Дэвис когда-то, как бы это громко не сказано. Майлз, конечно, это уникальный музыкант, который как минимум четырежды, там, во всём мире менял стиль музыкальный. Ну, вот Кендрик тоже, мне кажется, что-то подобное сделал своей работой. Много-много очень интересной музыки. Ну, мне везёт. Ребята постоянно скидывают в чат, там, в наши рабочие. Много концертов и так далее. Сейчас, там, в Доме и GD Back выпустили, там, хорошую пластинку и так далее. Можно в этом заблудиться, но есть бриллианты, которые, конечно, остаются навсегда в твоей памяти и в сердце. Слушайте музыку, наслаждайтесь ей, поддерживайте музыкантов, ищите что-то новое для себя, открывайте, не будьте равнодушными, в особенности сейчас, к искусству, оно нуждается в вашем внимании. Вам спасибо за то, что вы делаете. Много интересных групп я у вас увидел. Вообще, хорошо, что кто-то культурой занимается. Классно. Спасибо вам. Спасибо за классный концерт. Спасибо. Увидимся. Это было классно, но на этом дикости не прекращаются, и я передам слово нашему оператору. Привет. Меня зовут Ярослав, я оператор по совместительству монтажёра световик проекта беседка live. Мы уже довольно давно занимаемся тем, чем занимаемся, и спасибо вам, что вы это смотрите, спасибо вам, что как-то реагируете на наши выпуски. Подписывайтесь на наш канал, добавляйте его себе, ставьте колокольчик, пишите комменты, пишите все, что думаете, пишите хорошие комменты, плохие комменты. Мы с удовольствием их почитаем и даже вам ответим. Спасибо за внимание. С вами была беседка live.